всем привет я думаю что вы поняли что у нас сегодня за автомобиль вот и прежде чем начать его снимать хочу вам небольшой ролик показать из youtube и вы видели вы его наверно тоже многие да как мне как владельцу марки maserati немножко обидно но как бы это будет введением как раз вот собственно в тему этого автомобиля собственно греб погнали и получи говнище у которого двери открывается вот не так не так миллиардеры с такими дверями не ездят иди нахуй ну для владельца maserati это обидный ролик да но собственно смысл в нем тот что вы понимаете кто ездит на таких автомобилях и собственно для чего они нужны у нас murci lago spider я думаю что это действительно единственная машина которая осталась в россии просто на моей памяти была фиолетовая она по уехала за границу также была машина красного цвета но это было очень давно есть подозрение что она тоже за границей вот но вот эта машина собственно говоря наоборот приехала из-за границы и живет теперь в москве но я думаю что очевидные справочные вещи не стоит пересказывать да давайте посмотрим как все выглядит внутри наша задача будет устранить некоторые косячки по этой машине да конкретно для этой модели опять же присущая тема это различного рода течи да то есть машины редко эксплуатируются и соответственно после долгого простоя когда начинаешь на ней кататься то всякие неприятные моменты в виде течей они появляются в общем когда мы будем непосредственно заниматься техникой я обязательно это все дело сниму потому что это очень интересно я думаю мало где сможете это увидеть ну в общем то собственно про двери да возвращаясь к ролику миллиардеры ездят на автомобилях у которой двери поднимаются вверх вот собственно так это все выглядит на самом деле как бы многие наверное кто не ездил на этих машинах ну и так скажем ни разу их не щупал руками задаются вопросом насколько легко она поднимается опускается на самом деле легко здесь вот есть такой амортизатор но на них он кстати часто выходит из строя потому что амортизатор небольшой двери достаточно крупная да то есть это стандартный косяк да так будем называть также часто на них вот эти вот воздухозаборники постоянно глючат то есть они открываются вот они открываются и как правило в них есть проблема давайте посмотрим внутри машина не молодая до находилась она за границей в жарком климате да и по пластику по салону из-за этого есть проблемы но пробег небольшой есть небольшие по кузову как бы тоже проблемки но это больше косметического характера вот но следующий раз подробненько попробую все вам это показать но вы видите да что насколько спартанский внутри интерьер то есть места нет вообще вот такой момент про крышу на вот это вот история она на самом деле не заводская это в те годы делала какое-то ателье если мне память не изменяет в италии и тут конструкция стоила порядка 6000 евро и делалась она на заказ естественно вся эта конструкция снимается вручную так что он тут все аутентично видите фонари никто их не колхозил под рестайлинг p640 то есть со снежинками да тут все в оригинале также колесные диски в оригинале но машина нуждается естественно эти тейлинги потому что никто этим не занимался это понимаю многие годы но мне кажется что увидеть такую машину это крайне редко и даже за границей мне кажется что ее вряд ли увидишь вот но пока все до с этим автомобилем но я обязательно еще сниму про него когда мы начнем ремонт просто в этом сезоне никто на ней уже естественно ездить не собирается вот и я думаю что она у нас надолго время поснимать всякие технические вещи у нас определенно будет и мы обязательно это сделаем так что ждите следующих выпусков это пока все всем пока подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и я думаю еще много всего интересного о таких машинах удастся снять и вам показать